МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Есть, а вроде и нет. Почему многие люди опаздывают на работу? И довольны ли горожане работой общественного транспорта? Четвертый за неполных три месяца в Бийске вновь сменился исполняющей обязанности главы администрации. Больше 10 объектов за один год в Александровском парке осветили новые постройки культурно-православного центра. Итак, начнем. Четвертый за неполных три месяца в Бийске вновь сменился исполняющий обязанности главы администрации. На этот раз кресло хозяйственника займет Дмитрий Маслюк. Напомним, что в мае этого года после пяти лет руководства администрации свои полномочия сложил Николай Нонко. После его ухода обязанности исполнял первый зам Сергей Крыжановский. Но не просидев и месяц, а чиновник написал заявление об увольнении. Затем депутаты утвердили нового хозяйственника с приставкой ИО. Им стал Александр Студеникин. Но и он не удержался в мэрском кресле. Студеникин написал заявление и ушел в отпуск. Как сообщили в городской администрации, теперь хозяйственными делами займется Дмитрий Маслюк. Напомним, что сейчас он занимает должность заместителя главы администрации. К новым обязанностям Маслюк приступит с 20 июля. А мы продолжаем. Транспорт вроде есть, а вроде его и нет. В поселке Мирный заветную маршрутку до Бийска ждут по часу, а то и дольше. Как уверяют сами жители, графиком движения водители часто пренебрегают, а иногда и вовсе не выходят на рейс. До Бийска из Мирного можно добраться на 106 автобусе, которые следуют по маршруту Бийск-Новая Чемровка. Если раньше автобусы честно ходили раз в 20 минут, то сегодня расписание движения, как уверяют местные жители, лишь простая формальность. Из-за систематической нерегулярности общественного транспорта жители недоумевают. То ли изменилось расписание, то ли рейсы и вовсе отменили. Стоит отметить, что 106 пользуется спросом. Ежедневный пассажиропоток – это несколько сотен человек. Жители жалуются, что на линию выходят и без того маленькие маршрутки. Теперь же и ездят нерегулярно. Люди вынуждены подолгу стоять на остановках в ожидании переполненного транспорта. А вот есть ли претензии к общественному транспорту у горожан, мы спросили у бейчан. Скажите, пожалуйста, довольны ли вы состоянием общественного транспорта пригородного и интервалами его движения? Да, очень довольны. Ну, я вообще редко езжу, ну, в принципе, нормально. Расписание есть, по расписанию ходят. Транспорт ходит нерегулярно, приходится подолгу стоять на остановках. Ну, о состоянии транспорта, я думаю, вообще распространяться не нужно, потому что панели все постоянно грязные, и, соответственно, состояние в самих газелях такое же. Общественным транспортом, ну, средне довольны, так будем говорить, но недовольны, что нам пенсионерам, не ветеранам, а пенсионерам, сделали эти транспортные карты. Состояние нормальное, а вот интервалы слишком большие. Нормально не уедешь, не приедешь. Ну, если бы вы хотели, чтобы было все-таки почаще. Да, почаще, конечно. Желательно бы интервал хотя бы 20 минут соблюдался тут, который вот всегда должен быть, присутствует, но он как таковой, не бывает его. Иногда 40 минут, иногда бывает полтора часа на остановке. В Бейске на улице Каховской автомобилистам придется сбавлять скорость. На днях на проезжей части появились искусственные неровности. Добавим, что эта дорога в поселке Нагорный – одна из немногих, которая открыта для проезда грузового транспорта. Постоянный поток большегрузов мешал бейчанам спокойно жить. О том, почему жителей трясло в прямом смысле этого слова, знает Евгения Ижутова. Ей слово. Живут, как на Камчатке. Землетрясения на улице Каховской происходят регулярно. Причина локальных вибраций расположена в паре метров от домов. Это дорога и мчащиеся по ней большегрузы. Очень сильно трясется. Эти дороги, наверное, сделаны, я не знаю, в каких годах. Они не предусмотрены, наверное, для таких большегрузов. Раньше же не было таких машин. А сейчас идут и не останавливаются. Даже вот пешеход стоит рядышком, издалека идет по сигналу, чтобы не подходил к переходу, не перейти. Сигналят, что разбегайся. Вот такие дела. Постоянная тряска разрушает дома, считают местные жители. Со стен постоянно отваливается плитка, мелкими трещинами покрывается штукатурка. Косметический ремонт приходится делать чаще. Сделали мы ремонт, сделали кафельной плиткой. У нас простояло ровно полтора года. У нас плитка лопнула вся абсолютно. Мы это все убрали. Мы понесли убыток 30 тысяч. На этом участке установлено скоростное ограничение – 40 км в час. Прямая дорога и редкие посты ДПС манят автомобилистов разогнаться посильнее. Все, чего смогли добиться местные жители от госавтоинспекции, так это установки предупреждающего знака «Пешеходный переход». Поток идет машин большегрузовый. И никто просто игнорирует знаки. Нам просто уже безвыходное положение. Жить нет в жизни никакой невозможно. Потому что тут шум, тряска. И мы решили обратиться к депутатам. Депутат Алтайского краевого заксобрания Андрей Абрамов обратился с предложением совместно помочь жителям Константину Белому. Руководитель предприятия «Дорожник» уже участвовал в благоустройстве этого района. А теперь и в решении многолетней проблемы. Два лежачих полицейских появились на перекрестке Каховской и переулков технический и витаминный. Автомобили замедляют ход, увидев знак, предупреждающий об искусственном препятствии. Ну и, соответственно, по соблюдению правил дорожного движения ситуация улучшается. Не настолько оно затратно, а для жителей это реальная польза большая. Поэтому мы выбрали время и, соответственно, уделили этому вопросу внимание со своей стороны. Лежачие полицейские установлены по всем правилам и техническим условиям. Они возвышаются над проезжей частью не больше, чем на 7 сантиметров. Что позволяет любому виду транспорта пересекать препятствия без неудобств. Естественно, на разрешенной скорости. Еще до окончания работ соседи по улице заметили положительные сдвиги. Водители уже начали сбавлять скорость на этом участке. Евгения Ижутова, Сергей Даровских. Будни. Куда сажать и как пристегивать в России вступили и уже действуют новые правила перевозки детей в машине. Теперь 7-летние пассажиры, которые катаются на заднем сидении авто, могут обойтись без автокресла. Детей в возрасте от 7 до 12 лет на заднем сидении автомобиля можно перевозить, пристегнув только ремнем безопасности. Несмотря на это, по новым правилам, на переднем сидении машины для перевозки ребенка до 12 лет автокресло необходимо. Сотрудники госавтоинспекции напоминают, что автокресло – самый безопасный способ перевозки малолетних пассажиров. Специальное удерживающее устройство позволяет избежать тяжелых последствий при дорожно-транспортных происшествиях. Добавим, что за нарушение новых правил предусмотрен административный штраф в размере 3 тысяч рублей. Кроме того, после череды несчастных случаев по всей стране запрещается оставлять детей в машине младше 7 лет одних. Информационная программа «Будни» мы продолжаем. Больше 10 объектов за один год в Александровском парке у завода управления Сиприбурмаша осветили новые постройки культурно-православного центра при храме Покрова Пресвятой Богородицы. А сейчас помолимся Богу. Благословен Богу нас, всегда ныне пристаю, воздейте лицо. Царю небесны, утешите ли души истинных. Такого количества скульптур, которые у нас стоит, его работ, в России больше нигде нет. Некоторые скульптуры уникальны. Это вот Божья Матерь Покрова, она единственная в России. Иисус Христос, который возносится с земного шара, это единственные экземпляры. Александровский парк бейчане больше знают как сквер завода Сиприбурмаш. Он появился в Наукограде почти 10 лет назад, и с тех пор число арт-объектов ежегодно растет. На этот раз митрополит Сергий осветил порядка 11 новых строений и скульптур, которые были выполнены в течение этого года. Среди них композиция святых апостолов Петра и Павла, трапезная скульптура Николая Чудотворца и другие. Отметим, что некоторые скульптуры поистине уникальны и являются единственными в нашей стране. Их создатель – заслуженный художник и скульптор Сергей Исаков. По словам Александра Черемисина, директора предприятия Сиприбурмаш, их творческий союз со скульптором на этом не заканчивается. Так, к трагической дате, сто лет со дня расстрела царской семьи, планируется создать уголок дома Романовых. С перспективой на олимпийскую медаль, бийское движение любителей скорости и невероятных трюков набирает все большие обороты. Одна из причин такого всплеска – признание скейтбординга как олимпийского вида спорта. Насколько бийские экстремалы готовы к покорению международных пьедесталов и в какую сумму выходит оборудование и экипировка, расскажем далее в сюжете. До штурма лестниц, перил и бордюра начинающему бийскому скейтбордисту Марку Селиверстову еще катать и катать. Сейчас через неудачи и падения он изучает базовые элементы. Лишь овладев простыми трюками, можно двигаться дальше и осваивать фишки посложнее. Это мое хобби, мое увлечение. Я люблю этим заниматься, потому что это выглядит зрелищно. С скейтбордингом я занимаюсь около пары месяцев и не планирую заканчивать, потому что это здорово и круто. Интерес к сухопутному аналогу доски для серфинга уже завоевал миллионы поклонников по всему миру. В крупнейших городах проводятся чемпионаты, где выявляют сильнейших. Не так давно Международный Олимпийский комитет единогласным решением включил катание на доске в программу Олимпийских игр 2020 года. Мир скейтбординга моментально отреагировал на эту новость. Бьетчанка Мария Папст сейчас все свое свободное время посвящает тренировкам. Мечтает завоевать золото на главных стартах четырехлетки. Большое количество времени уходит на то, чтобы оттачивать различные движения и трюки. И скейтбординг – это очень обширный вид спорта. Невозможно охватить все трюки за несколько лет, потому что они постоянно совершенствуются и изобретаются. Кататься на скейте не только интересно, но и полезно. Он развивает координацию, предотвращает развитие плоскостопия и помогает сбросить лишние калории. Встать на доску можно в любом возрасте. Было бы желание. Кстати, вид спорта не из дешевых. Средняя стоимость доски около 4000 рублей. Экипировка еще порядка 20 тысяч. А еще нужно быть готовым к тому, что изучать финты придется самостоятельно, штрудируя просторы интернета. А лучше всего кататься в компании таких же отчаянных скейтеров, как это делают Марк и Мария. Мест для тренировок в нашем городе не так много, но они есть. Самый подходящий – это площадка Водяновой. Сегодня в Бийске достаточно представителей скейт-культуры. Однако все они в основном новички в этом деле. Но талантливые и полные амбиции готовы и дни напролет не слезать с доски и оттачивать свои навыки. А вот для себя или для участия в Олимпийских играх уже другой вопрос. Екатерина Борщевская, Сергей Доровских, Будни. А мы продолжаем новости спорта. Сегодня в Бийске чествовали спортсменов. Сборная команда «Наукограда» заняла второе место в летней Олимпиаде городов Алтайского края, уступив лишь несколько очков команде из Новоалтайска. Наши олимпийцы участвуют в главных стартах региона не первый год и каждый раз улучшают собственные результаты. Напомним, что в стартах участвовали 9 сборных. Бийск на этих соревнованиях представляли 94 спортсмена. Выступали бийчане в 11 из 13 видах спорта, заявленных в программе. Отметим, что каждый год бийчане результаты свои улучшают. Так, на прошлой Олимпиаде удалось лишь замкнуть тройку лидеров. В этом году наши спортсмены в общем зачете заняли почетное второе место. Но необходимо отметить, что бийчане стали абсолютными лидерами по количеству завоеванных золотых медалей. Несмотря на то, что общекомандное второе место заняли, тем не менее есть чем похвастаться. Наша команда заняла больше всех первых мест по видам спорта. Это 6 среди всех городов Алтайского края. У нас в личном зачете больше всех золотых медалей, 28, 13 серебряных, 13 бронзовых. То есть здесь мы, скажем так, в неофициальном зачете мы абсолютные лидеры. И о погоде. Итак, завтра, 15 июля, в Бийске будет пасмурная дождь, возможно гроза. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление будет в пределах нормы. Влажность воздуха очень высокая, магнитосфера возбужденная. И о температуре ночью плюс 15, плюс 17, днем плюс 18, плюс 20. Что ж, это все новости на сегодня. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам приятного завершения этого дня. Используй и проведите выходные. Всего доброго, будьте здоровы. Ну и, конечно же, друзья, несмотря ни на что, улыбайтесь чаще. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова